Это город Тольятти, меня зовут Игорь. Вы не скажете, что на занятиях, на тренировках, девочка показывает один теннис. Но я не думаю, что это только мы такие. Я думаю, что все, и во взрослом. Да, это типовая проблема. А вот на игре на счет, на турнирах причем, а не на занятиях, значит, игре на счет, появляется разница, как, на Ваш взгляд, эту разницу уменьшить? Во-первых, Вы абсолютно правы, эта ситуация совершенно типовая. Когда человек на тренировках всех обыгрывает, а потом в соревнованиях ничего похожего не показывает. Значит, тут есть совершенно определенные психофизиологические механизмы, связанные с уровнем возбудимости, которые совершенно одни во время тренировочного процесса и, так сказать, перехлестывают во время процесса соревновательного. И наоборот, есть совершенно противоположная группа людей, которые, так сказать, в тренировках самые обычные, а на соревнованиях вдруг откуда-то что-то появляется, и они выиграют. Ну, давайте исходить из того, что Ваш ребенок очень талантлив, а я думаю, что все родители так должны думать, и задача заключается именно все-таки перенести вот этот результат тренировки в реальную жизнь. Что мы для этого можем сделать? Значит, надо, во-первых, тренировку максимально приблизить к соревнованиям по внутренней психологической среде. Ну, грубо говоря, например, могу привести пример из спортивной гимнастики. Вот мои коллеги из нашего института работают. Что делает сборная по гимнастике для подготовки к соревнованиям на тренировках? Они включают магнитофон с реакцией трибун. Это очень важно, потому что давление трибун, вот это реагирование, неважно какой, свистки или хлопки, они давят на психику, они создают некое особое состояние. Значит, второе, что можете сделать и вы, и тренер, это какие-то участки тренировки проводить на счет и как бы на зачет. То есть, вот ты сейчас на тренировке должен показать столько-то ударов, столько-то подач, например, словно первых. Или столько-то ударов справа, там, точно под линию. То есть, создавать зачетные критические ситуации непосредственно в тренировке. Это первое. А с другой стороны, вы должны всячески стремиться убедить ребенка. Ну, тут есть особые способы, я боюсь, передачи не хватит рассказывать. Но смысл вот в чем. Смысл заключается в том, что вы должны убедить вашего ребенка, что данные соревнования всего-навсего тренировка. Но к чему? Тренировка к его большому спортивному будущему. А раз они тоже тренировка, то, соответственно, результат не важен, а важны какие-то, опять-таки, процессуальные моменты. То есть, акцентируйте его не на счет, который в матче будет, а, опять-таки, на выполнение тех или иных технических приемов. Вот, в принципе, это абсолютно верно. То есть, сделать тренировку соревнованием, а соревнование превратить в тренировку.